Всем привет дорогие друзья! В этом видео я покажу вам подборку полезных приспособлений для тренировок. С ними вы сможете улучшить свою физическую форму, увеличить силу и выносливость, ну и конечно укрепить здоровье. Ссылки на все эти товары находятся в описании под этим видео. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, а я незамедлительно начинаю. Кроссовки. Данные кроссовки невероятно удобные и довольно прочные. Это обосновано тем, что подошва сделана из 5 слоев. Внешнее ребристое покрытие обеспечивает хорошее сцепление с любой поверхностью. Оно выполнено из синтетического каучука, который отличается повышенной износостойкостью. Далее идут несколько слоев из пененного полиуретана различных марок, амортизирующих удары о землю. Они спрессованы между собой по специальной технологии Unimolding, которая позволяет получить монолитное соединение без всякого клея. В качестве самого верхнего слоя используется дышащая анатомическая стелька, которая отводит пот от кожи. Она легко вынимается и может быть постирана отдельно от кроссовок. Верхняя часть кроссовок изготовлена по технологии трехмерного бесшовного вязания с использованием эластичного материала. Этому материалу не страшна ни деформация, ни влага. Так что вы сможете стирать кроссовки в стиральной машине без проблем. Также в кроссовках есть ребра жесткости из гибкого пластика, которые держат форму. Компрессионный костюм Данный костюм состоит из штанов и футболки с длинным рукавом. Но также есть и другие комплектации и модели. Их вы можете увидеть, перейдя по второй ссылке данной позиции. Особенность такой спортивной одежды в том, что она не сковывает тело и позволяет свободно двигаться. Особенность ткани позволяет коже дышать и эффективно отводить пот. При этом ткань быстро сохнет. Также материал имеет свойство сжиматься в четырех направлениях, что обеспечивает плотный обхват ваших мышц. Что предотвращает их растяжение и другие травмы. Также такая спортивная форма защищает и от внешних механических повреждений. Подходит для тренировок как на свежем воздухе, так и в спортзале. Наколенник Этот наколенник предназначен для защиты суставов при тренировках. А именно Разгружает суставные поверхности и стабилизирует капсульно-связочный аппарат коленного сустава даже при высоких нагрузках. Минимизирует боковые скривления колена за счет ребер жесткости, устойчивых к сгибанию. Сохраняет нормальную амплитуду движения над коленника благодаря U-образной форме. Наколенник имеет отверстие для стабилизации коленной чашечки и предотвращения ее смещения. А эластичные ремни регулируют степень сжатия для максимального комфорта. Гимнастический ролик Это простой, но очень эффективный тренажер для многих групп мышц. Рук, ног, спины. Но основную нагрузку берут на себя мышцы живота. Так что можно считать, что этот ролик предназначен для пресса. Упражнение выполняется выкатами вперед с упора на колени. Чтобы усложнить упражнение, можно делать выкаты с упора на ступни. Ролик состоит из металлического стержня, пластикового колеса и съемных нескользящих ручек, имеющих эргономичную форму. А для предотвращения скольжения по полу колесо имеет протектор из нескользящего материала. В комплекте также идет мягкий коврик для колен. По второй ссылке данной позиции можете увидеть другие модели данного тренажера. Кистевой эспандер Упражнение данным тренажером выполняется сгибанием кисти. Соответственно, он прорабатывает мышцы предплечья, а именно мышцы сгибателей запястья. Эспандер состоит из двух основных пластиковых частей – упора и рычага. Сопротивление создает пружина внутри корпуса. За счет натяжения или послабления пружины можно регулировать нагрузку. Для этого предусмотрен специальный регулятор. Усилие от рычага к пружине придает металлический трос. Рукоять тоже можно отрегулировать под размер вашей ладони. Ну а принцип действия вы видите сами. Тренажер довольно удобный. Вместе упора есть мягкие вставки, чтобы не давили руку. А ручка на рычаге тоже имеет мягкую нескользящую накладку. Кистевой эспандер Еще один тренажер только не на сгибание, а на вращение кисти. Он представляет собой два соединенных кольца, внутри которых находятся рукоятки. Их нужно проворачивать. Сопротивление также создает пружина внутри корпуса. Его нужно взять перед собой на вытянутые руки и вращать кисти наружу. Если перевернуть тренажер, то вращать уже нужно вовнутрь. Так будут работать уже другие группы мышц. А если расположить его вдоль рук, то вращать кисти нужно от себя и на себя. В общем здесь просто меняйте положение эспандера и от этого зависит направление вращения. Нагрузка здесь не меняется, но при заказе можно выбрать эспандер с нагрузкой от 5 до 30 кг. Но я не рекомендую брать больше 15 кг, так как здесь идет очень большая нагрузка на суставы и их можно просто повредить. Например у меня эспандер на 10 кг, хотя силы хватило бы и на большую нагрузку. Но в суставах чувствуется небольшая боль. Так что тут речь идет не только о силе мышц, а и о прочности суставов. Имейте это в виду. Гироскопический эспандер. Это еще один из разновидностей кистевых эспандеров. Только его нужно не сжимать, не вращать и не сгибать. Внутри него размещен роторный гироскоп, который вращается вокруг своей оси. Тем самым создавая изометрическую нагрузку на запястье и предплечье. Уровень нагрузки зависит от скорости вращения тренажера. Для раскручивания ротора нужно по стрелкам, которые изображены на нем, накручивать его на внутреннюю пружину. Накручивать до усилия. После отпустить и он начнет вращаться. Круговыми движениями кистью можно поддерживать скорость вращения ротора и разгонять его еще сильнее. Соответственно, чем быстрее вращение, тем больше сопротивления на кисть оказывает тренажер. Во время вращения внутри шара светятся светодиоды. И чем больше скорость вращения, тем ярче свечение. Массажный цилиндр. Интенсивные тренировки ведут к выработке в нашем организме молочной кислоты, из-за которой и болят мышцы на следующий день после занятий. Однако из-за слабого кровообращения молочная кислота накапливается и причиняет ощутимый дискомфорт. А специальное покрытие этого цилиндра стимулирует кровообращение, расслабляя мышцы и принося облегчение. Он одновременно сочетает в себе преимущества массажного ролика и тренажера для мышц-стабилизаторов, активнее воздействуя на мышечные ткани. Состоит он из цилиндра из прочного пластика внутри и мягкого спиненного материала снаружи. Способ применения такой. Положите валик под ноги и, опираясь на руки, перекатывайте валик под собой, оказывая необходимое давление. Делайте подобное упражнение для тех частей тела, которые нуждаются в разминке. Ягодицы, руки или спина. Только не рекомендуется оказывать воздействие на позвоночник, это может привести к травме. Старайтесь нагружать только мышцы. Массажный коврик В соответствии с учением йогов, зная определенную зону на ноге, можно воздействовать на нужный орган. На стопе расположено свыше 60 рефлекторных зон, сконцентрировано множество кожных рецепторов и около 72 тысяч нервных окончаний. Массаж стоп позволяет избавиться от боли и привести в норму функциональное состояние организма. Данный массажер стоп представляет собой ковровую дорожку, покрытую пластиковыми образованиями, имитирующими морскую гальку. Они отлично массируют рефлекторные зоны на ступнях ног, стимулируют обмен веществ и выводят шлаки из организма. Таким образом, массируя стопы, мы оказываем оздоровляющее воздействие на наши внутренние органы. Именно поэтому медики рекомендуют чаще ходить босиком. Тренажер мышц тазового дна Это женский тренажер. С помощью него можно делать упражнения, которые помогут укрепить мышцы тазового дна. Данное упражнение помогает подготовиться к родам, а после них быстрее восстановиться. Предотвратить опущение матки и влагалища, и стрессовое недержание мочи. Помимо тренировки интимных мышц, он усиливает приток крови тканям, что улучшает их питание. Устройство анатомически соответствует женскому телу, поэтому будет комфортно при использовании. Для использования просто установите устройство между бедрами 5-10 сантиметров от дна таза. Узкая часть устройства должна находиться спереди, ну и усилиями тазовых мышц сжимать тренажер. Конечно же, такой тренажер лучше использовать после консультации с врачом. Надувная боксерская груша Сразу скажу, что рассматривать данный боксерский атрибут не стоит. Для профессионалов и для тех, кто планирует серьезно заниматься какими-либо видами единоборств, данная груша вряд ли будет полезной. Она больше подойдет для разминки или чтобы просто снять стресс. Также благодаря этой груши вы сможете повысить свою координацию, ловкость и выносливость, отточить рефлексы и сжечь лишние калории. А особенно по вкусу она придется детям, которые смогут дать выход своей энергии и изрядно повеселиться без риска получить травму. Она действует по принципу неваляшки. После удара она падает и тут же возвращается в исходное положение, тем самым имитируя настоящего соперника. Для этого в нижнюю часть нужно налить воды для веса. Изготовлена из прочного ПВХ материала. Высота 160 см, диаметр 30 см. Бутылка гантеля. Это емкость для воды в форме гантели. То есть ее можно использовать для питья в качестве бутылки или для тренировок в качестве гантели. Объем емкости составляет 2,5 литра, что примерно 2,5 килограмма. Да, это конечно маленький вес, поэтому больше будет полезен для девушек. Ручка гантеля имеет рифленую поверхность, поэтому не скользит в руке. Бутылка снабжена мощным уплотнительным кольцом в крышке для защиты от проливания. Сама крышка плотно фиксируется на бутылке. По ссылке в описании можете увидеть другие цветовые варианты. Канат. Это один из популярных снарядов для занятия кроссфитом во всех фитнес-залах. В кроссфите канаты применяются в двух случаях. Это могут быть классические подъемы по канату вверх, либо маховые упражнения, держа канат в руках. Это более популярный вид упражнений. Здесь в работу вовлекается все тело. Тренируется выносливость, верхний и нижний плечевой пояс, а также взрывная сила. Это влияет на упругость и рельеф всех задействованных групп мышц. Подходит для функционального тренинга как в зале, так и на свежем воздухе. Изготовлен из прочных нейлоновых волокон. На концах имеется резиновое покрытие, препятствующее скольжению рук. Длина 12 метров. Болгарский мешок. Применяется для интенсивных тренировок борцов и атлетов силовых видов спорта, а также на занятиях в фитнес-клубах по программе кроссфита. Предназначен для развития взрывной силы, силовой выносливости и позволяет выполнять широкий круг упражнений. Приседания, махи, броски, подъемы и так далее. А три различных типа ручек позволяют выполнять упражнения с различными захватами. Материал искусственная кожа, дополнительно продублированная изнутри прочной тканью. Швы имеют тройную прошивку капроновой нитью. Продается без наполнителя. Фитнес-браслет Mi Band 4. Это усердный помощник как в спортзале, так и в повседневной жизни. Данная модель оснащена цветным AMOLED-дисплеем диагональю 0,95 дюйма. Имеет разрешение 120 на 240 пикселей. 24-битную палитру цветов и хорошую яркость. Экран защищен 2,5D стеклом с олеофобным покрытием и сенсорным управлением. Он не позволит вам пропустить важный звонок или сообщение. На экране выводится прогноз погоды на каждый день, календарь, время и многое другое. Но самое главное, это то, что устройство оснащено трехосевым акселерометром и гироскопом. Вместе они образуют шестиосевой сенсор для максимально точных измерений. Также присутствует оптический датчик, который умеет отслеживать частоту сердечных сокращений. Если пульс пользователя, например, участился во время бега, то об этом будет доложено с помощью вибрации. Появились новые режимы физической активности. Ходьба, бег в помещении или на улице, езда на велосипеде и другие упражнения. Особое внимание уделено плаванию, так как поддерживают его основные виды. Баттерфляй, фристайл, брас и комплексное. Ну и конечно же Mi Band 4 водонепроницаемый. А на этом все. Спасибо за просмотр и за лайк отдельное спасибо. Все, что вы хотите сказать или спросить, пишите в комментариях. Я обязательно прочитаю. Желаю хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok